Оглянитесь вокруг, будь то чехол от вашего мобильного телефона, бутылка, из которой вы пьете или же контейнер, в который вы упаковали ваш сегодняшний обеденный перекус. Везде и повсюду нас преследует пластик. Человечество производит просто огромное количество пластмассы, которая на самом деле вредит и окружающей среде, и нам самим. Ученые Казанского федерального университета решили внести свой вклад в решение глобальной экологической проблемы. Теперь каждый человек способен узнать, сколько процентов микропластика содержится в его клетках. Микропластик известен своим негативным свойством аккумулироваться в клетках живых организмов, тем самым вызывая токсический эффект. Вообще микропластик это любой кусок полимера размером меньше 5 мм. Чаще всего он образуется в результате стирания больших кусков материала, выброшенных в окружающую среду. Это либо первичный микропластик, то есть мелкие частицы, которые используются в косметике, либо в какой-либо другой промышленности, либо вторичный микропластик, частицы, которые возникли в результате разрушения каких-то пластиковых отходов. Исследование было направлено на увеличение эффективности детекции, то есть нахождение микропластика в клетках не только человека, но и простейших организмов. Существующие методы, они вполне эффективны, но объемы и скорость таких исследований, она довольно снижена. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что здесь происходило? Мы находимся в лаборатории бионанотехнологии, где как раз происходил сбор данных, то есть микроскопии клеток и самих частиц микропластика. Вот здесь на экране, к примеру, представлена единичная клетка фибробласта человека, обработанная смесью частиц микропластика. Это клетки соединительной ткани организма, которые отвечают за синтез межклеточного вещества. Вот пример, ну то есть это модельные частицы микропластика, допустим, это красные. Мы использовали несколько других классов, несколько других цветов. Разная пигментация частиц микропластика необходима для их определения при микроскопии. К ним также может быть прикреплен флюоресцентный маркер, который позволяет им светиться. Почему вы выбрали именно эту тему исследования? Чем она привлекла? Тема исследования выбрана, поскольку загрязнение микропластиком особенно актуально. Особенно актуально во время пандемии, когда идет активный выброс масок и каких-либо других пластиковых продуктов одноразовых. В данный момент ученые КФУ работают над классификацией наноглин и их воздействием на частицы микропластика. Планируется научиться быстро определять вид обоих веществ в живых организмах. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс.